Мартин и Йохан – шведские журналисты. Они поехали в Африку, чтобы доказать причастность политической элиты Швеции к вооруженным конфликтам, возникшим из-за разработок нефтяных месторождений в Огадене. Это регион Эфиопии. Правительство Эфиопии пытается уничтожить повстанческую группировку, выступающую в том числе против добычи нефти. Мартин и Йохан намереваются попасть в Огаден, минуя официальные каналы. Они приезжают в соседнее государство и ждут сигнала от повстанцев, которые согласились им помочь. Мартин снимает их путешествие на экшн-камеру, а Йохан делает снимки на фотоаппарат. Пока они ждали переправки в Огаден, они развлекались, играя в футбол с африканскими боевиками. Один из них предложил пострелять из его автомата, но Йохан не хотел брать в руки оружие. Чтобы не показаться невежливым, он все же взял автомат и этот момент снял на камеру Мартин. У него в Швеции осталась молодая жена, а возвращения Йохана ждали родители. Однако они не могли вернуться ни с чем, ведь до них дошла информация, что в этом деле замешан министр иностранных дел Швеции Карл Бильд. Официально он никак не связан с нефтяной компанией, занимающейся разработкой месторождения, но есть секретный отчет, подтверждающий, что он знал о деятельности компании и последовавших за этим вооруженных конфликтах. Мартин берет секретный отчет на флешке и начинает искать информацию о нефтяной компании. Вскоре после этого он выясняет, что нефтяники тоже его проверяли. Он испугался, но потом ему позвонили и сказали, что переправят в Огаден, и Мартин расслабился. Они с Йоханом собрали вещи и приготовились выезжать. У Йохана с собой были пакетики с табаком, который кладут за губу. На границе с Эфиопией они пересели в машину, которая доставит их к повстанцам. Ехать пришлось до глубокой ночи. В этот момент за ними началась погоня. Но водителю удалось уйти от военных. Правда, потом он сбил антилопу, и машина заглохла. Из темноты к ним вышли вооруженные люди. Оказалось, что это повстанцы. Они показали журналистам ужасы, которые творят военные, чтобы отомстить им за нападение. Во время одного из привалов началась стрельба. Солдаты разбежались кто куда, а Мартин и Йохан не успели. Их ранили, а затем схватили военные Огадена. Приехал вице-президент региона Верар, чтобы помочь им. Только помощь эта оказалась своеобразной. Верар пытался выбить из журналистов признание, что они проникли в страну незаконно вместе с членами террористической организации. Если они признаются, он их не убьет. Все разговоры снимал на камеру Абдулахи Хусейн. Эти записи понадобятся Верару, чтобы представить журналистов в невыгодном для них свете. Однако Мартин и Йохан не шли на контакт. Пришлось Верару их разделить и припугнуть по отдельности. Мартина вывели в поле и выстрелили в него. Но все пули прошли мимо. Акция устрашения удалась и Мартин заговорил. Его признание записали на камеру. Взамен Верар позволил ему позвонить жене. Мартин рассказал ей о случившемся и попросил связаться с посольством. Их задержание получило огласку. Но в выпусках новостей только сказали, что Йохан и Мартин якобы причастны к террористической организации. Также сообщили, что с ними хорошо обращаются. Тем временем журналистов привезли в тюрьму и закрыли в разных камерах. Когда Мартина вызвали на допрос, у следователя на столе лежали его вещи. Тот начал показывать кадры с камеры Мартина, на которых Йохан позирует с автоматом. Эту запись эфиопские власти использовали как доказательство причастности журналистов к террористической деятельности. У нас достаточно доказательств. Вы террористы. Непосвященному человеку могло показаться, что Йохан обучается стрельбе. Более того, у него с собой был табак в мешочках, который полицейские приняли за наркотики. Когда следователь отвлекся, Мартин схватил со стола флешку с секретным отчетом и спрятал в кармане. Оказавшись в камере, он сделал из куска мыла тайник для нее. У Йохана была серьезно повреждена рука. Его рану обработал врач и дал ему таблетки. После этого его перевели в камеру к Мартину, и тот рассказал о карте памяти с отчетом. Это была их последняя надежда обличить Бильда. В тюрьму к журналистам приезжает посол Швеции с помощником. Он рассказывает, что будет судебное разбирательство, на котором Мартину и Йохану лучше не упоминать политику, иначе их могут посадить на 20 лет. Вскоре после этого им приносят чистую одежду и отвозят на предварительное слушание. Перед этим посол рассказывает, что уже купил для них билеты в Швецию, и все закончится хорошо. Но их признают террористами и отправляют в реабилитационный центр, где они будут ждать суда. Тем временем Хусейн продолжает снимать для военных и видит всю несправедливость и беззаконие, что творятся их руками. Когда его коллега исчезает после признания жестокости правительства, Абдулахи решает уехать из страны. Но сначала он должен вывести свою семью. Мартина и Йохана привозят в реабилитационный центр, который оказывается тюрьмой и представляет собой небольшой район, окруженный стеной, где держат заключенных. По шведскому телевидению начинают показывать Бильда в невыгодном свете. Журналисты связывают его имя с нефтяной компанией, работавшей в Эфиопии. В это же время к Мартину и Йохану приезжают родственники. Мартин передает жене флешку с секретным отчетом и просит опубликовать его, когда он даст сигнал. Перед судебным разбирательством посол снова предупреждает журналистов, что не нужно публично рассказывать о фиктивных расстрелах, при помощи которых выбивают признание, и приплетать к этому делу отношения Швеции и Эфиопии. Только в этом случае есть шанс, что их отпустят. На суде Мартин и Йохан попытались объяснить, что они не причастны к террористической деятельности. Они просто воспользовались услугами повстанцев, чтобы проникнуть в страну. Однако прокуратура представила суду записи Мартина, из которых складывалось впечатление, что журналисты ехали в Огаден воевать. В итоге суд признал шведов виновными и приговорил их к 11 годам лишения свободы. После разбирательства к ним опять пришел посол. Он сообщил, что политикам понравилось, как вели себе журналисты во время заседания, и что они не придали огласке ситуацию с нефтяной компанией. Их готовы отпустить, но только в случае признания вины и подписания прошения о помиловании. Мартин и Йохан встают перед выбором – подать апелляцию и больше года ждать нового разбирательства, либо предать свои журналистские принципы и прогнуться под диктаторский режим. Если они подадут апелляцию, нет гарантии, что их отпустят. Существует риск, что после апелляции им вынесут более суровый приговор. Но и в помилование они не особо верят, ведь их уже не раз обманывали. Помощник посла дал им понять, что у Швеции и Эфиопии налаживаются отношения во многих сферах, и правительство не хочет рисковать этим ради двух журналистов. Поэтому они до сих пор не вмешались в ситуацию. Через некоторое время к ним приезжает Бильд. Он говорит, что встречался с эфиопскими политиками, и есть большая вероятность, что Мартина и Йохана освободят после подписания прошения о помиловании. Однако никаких гарантий Бильд не дает. Несмотря на это, Мартин и Йохан соглашаются просить помилования. Они понимают, что им не продержаться и года в этой тюрьме, ведь здесь творятся ужасные вещи. Они подписывают прошение и дают интервью. Их просят признать свою вину и попросить прощения у народа Эфиопии. Но даже после этого они остаются в тюрьме. Это какая-то идиотская шутка? Нет, это чтобы держать страхи. Алло? Мартин и Йохан понимают, что их в очередной раз обманули. Тем временем Абдуллахи Хусейн готовится покинуть страну. Он копирует компрометирующие эфиопский режим файлы на внешне жесткий диск и отправляет свою семью за границу. После этого Абдуллахи идет в посольство Швеции и показывает запись, на которой военные издеваются над журналистами и выбивают у них признание. В это же время выходит сюжет на эфиопском телевидении, где Мартина и Йохана представляют террористами. Их извинения смонтировали таким образом, будто они признались в терроризме. После этого сюжета их не взлюбили в тюрьме. Получив доказательства незаконных действий эфиопских властей, посол Швеции решает добиться освобождения журналистов. В один из дней им говорят, что они свободны, но Мартин и Йохан не верят в это. Их все же убеждают, что это не шутка и друзья выходят на свободу. Однако они не перестают бояться вплоть до взлета самолета. Они уверены, что власти могут развернуть самолет, пока они на земле, и снова посадить их в тюрьму. По возвращении домой их встретили родные. Абдуллахи Хусейн получил вид на жительство в Швеции, однако долгое время он жил под вымышленным именем. В деятельности нефтяной компании нашли нарушение, и она ушла из Эфиопии. Политика этой страны после громкого дела изменилась. Власти стали более открытыми. Это все на сегодня. Ставьте лайки и пишите комментарии, если хотите больше подобных роликов.